Вот смотрите, вот это автомобиль Lada Priora, двигатель 126, в него заливали обыкновенный антифриз, вот такой вот красного цвета, называется он антифриз, но для меня это все едино, тасол. И чем примечательно то, что в нее заливали вот этот вот тасол, антифриз, а тем, что машина стала, то есть бежал у нее радиатор, где-то там было отверстие, пришлось радиатор заменить, вот стоит новый радиатор, вот видите, а вообще проблема была в том, что сам двигатель пришлось ремонтировать, подробно как я ремонтировал этот двигатель у меня в плейлисте на моем канале ремонт автомобиля VAS Lada Priora, вот, и сейчас вот стал момент, нужно заливать этот вот тасол, кинулся я заливать, вот смотрите, это последствия применения герметика, то есть там внутри, вот в этой вот расширительном бачке, кстати говоря, пробку, вот эта вот пробка, вот пробка менялась неоднократно, в расширительном бачке такая, знаете, вязкость такая, ну, то есть, не знаю, что туда засыпали в этот расширительный бачок, но вот когда я разбирал головку этого двигателя, головку Lada Priora, там все было забито вот такой вот слизью, сейчас я попытаюсь ее показать. Вот это все надо срочно вытереть, вот эта грязь, которая здесь почему-то забила все каналы, не знаю, что это такое, но здесь забиты все каналы, сейчас разберемся, скорее всего, это каналы, прокладку снимаем, вот она, прокладка снята, вот так вот, в сторонку ее, вот смотрите, вытаскиваю, система охлаждения, видите, грязь, я не знаю, что это такое, это, видимо, герметик, которым пытались устранить течь, здесь бежал радиатор в этом автомобиле, и, скорее всего, герметик засовывали, вот не надо этого делать, надо устранять течь, потому что потом можно устранить двигатель, в кавычках, конечно, вот вытаскиваю все, видите, видите, вот здесь вот плохо бежало охлаждение, охлаждались, головка плохо охлаждалась, возможно, из-за этого охлаждения где-то под закусил их толкатели или компенсаторы, еще не смотрел я, сейчас вот наговорю здесь, опа, а здесь вот, смотрите, прям вот ковыряю, не лезет отвертка у меня, реально, реально не лезет отвертка, да, постарались, переборщили. Вот такие вот дела, вот здесь вот, видите, вот оно окошко, в которое должен тасол бежать, оно вот какой-то пленочкой, вот она пленка, это, видимо, вот этот вот герметик, вот он, стреляете, но не давал пробегать. Ничего, конечно, это не дало, эти все герметики, а зато была забита охлаждающая система, и, возможно, из-за того, что вот эта система была забита, когда я разбирал, я показывал тут пленочки, вот, произошел вот этот казус, то есть плохо охлаждалась головка. Вот эта слизь, вот видите, чистый палец, да, я вот залажу туда, ну, я вас уверяю, там не просто слизь, а вот видите, как пластилин все. Пластилин, это, конечно, ужасно. Вот это последствия применения вот этих всяких разных присадок к тасолу. Типа, не будем менять радиатор, дешевле залить в тасол дрянь вот эту. И вот эта дрянь, он, видите, что творится? Вот второй чистый палец, смотрите. Что самое главное, они забили-то именно там, где должен выходить воздух с системы. Вот этот вот шланг, вот этот шланг, это завоздушивается, когда система через вот эти маленькие шланги должно все выходить. А видите, что? Ничего не выходило, двигатель перегрелся, но, естественно, там, где перегрелось, там произошло вспущивание. Ну, что значит вспущивание? Нагрелось тело и нагрелись клапана выпускные, плохо охлаждались. Вот, пожалуйста, вам результат применения этих вот технологий. Запуск двигателя откладывается ввиду того, что надо чистить расширительный бачок и вот эти вот патрубки. Хочу показать, как это делается. То есть вот здесь вот хомуты. Вот один хомут на нижнем патрубке. Вот это верхний, это нижний как бы, тонкий. И здесь хомут я снял, вот оно. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Теперь надо снять один патрубок. Видите, вот тут герметиком мазали. Потому что его срывало, скорее всего, из-за того, что не было прохода. Ну-ка, сейчас мы туда дунем. Ну, тяжело, но идет, слава богу. Вот, верхний патрубок. Не знаю, куда этот верхний патрубок идет. Ну, тоже вроде идет. Слава богу. Так, и вот этот вот нижний. Сейчас покажу. Вот этот вот нижний патрубок. Сейчас я с него сдерну шланг. Так как я уже хомут открутил. Хомут откручен. Так, вот он я его сдернул. Снял я вот один патрубок. Верхний, нижний. Дунул туда, подсоединил сюда трубку. Вот, ну, как трубку, шланг. И туда вовнутрь дунул. Думаю, пойдет, не пойдет воздух. Если плохо будет идти, придется бачок как-то вытаскивать. Тут его вытащить проблематично. Идет. Короче говоря, решил я не снимать. Решил немножко почистить этот расширительный бачок. Очистить я его решил, буду вот такой вот отверточкой. Сейчас буду залазить туда. Видели же уже, на пальцах уже грязи вытащил. Вот он, герметик радиатора. Видите что? Пластилин натуральный, который забивает все щели. Почистил я, как мог, расширительный бачок. Вот, смотрите, что. Это вот наверху, здесь вот, возле пробки, собрал парашу все. То есть, люди, дорогие, уважаемые, не лейте больше в антифрит всякую дрянь. Если где-то что-то бежит, надо эту дырку заделывать. Или менять этот, ну, предположим, расширительный бачок бежит. Или радиатор бежит. Надо их менять просто. А вот эти вот все затычки, типа, там какие-то герметики непонятные. Вот они превращают что, видите? И там внутри в моторе такая же фигня была.